Любительские футбольные дружины федерального округа оспаривают награды Кубка Приволжья. В числе дюжины соискателей почетного трофея четыре команды Чуваши. С отчетом об играх второго тура предварительного этапа наш спортивный корреспондент Вячеслав Лин. Действующий чемпион Чуваши Чебоксарский Спартак был сеян в группу Б. Компанию Белокрасным составили Ижевский «Зенит», Ишкаролинские «Уоровцы» и Цивильский «Бомик». Согласно календарю, во втором круге предварительного этапа столичные гладиаторы принимали дружину из Цивильска, а не в форме зеленого цвета. Дебютант регионального кубка на Спартаковском газоне отсиживаться в обороне не стал. Гости контролировали мяч, но счет на 11-й минуте открыли хозяева после удара 22-го номера белых Ивана Лукьянова. 1-0. Пропущенный мяч только подзадорил подопечных Юрия Евлампева, обладателя Кубка Республики 2018 года. Балл атак на ворота соперника не уменьшили и до свистка на перерыв сумели сравнять счет. Галкипер Чебоксарцев Айдар Гараев не смог парировать удар Максима Галдобина. 1-1. Мы знали, что будет очень тяжелая игра для нас, что будет очень много единоборств. Мы готовились к этой игре, мы разбирали соперника. Мы знали, что они имеют в своем составе игроков довольно опытных, технически оснащенных, умных. То есть мы знали, что перед нами очень серьезный соперник. После перерыва к радости болельщиков голевая феерия продолжилась. В оборотах команд побывало аж 5 мячей. У хозяев дубль на свой счет записал 9-й номер Кирилл Карепов. У Бомика по разу отметились Сергей Таныгин и Алексей Лесин. 3-3. Счет вполне достойный для начала сезона, однако ничейному исходу сбыться не удалось. Буквально за несколько секунд до финальной сирены зеленые нарушают правила своей штрафной. Главный судья-казанец Булат Багавиев указывает на точку. И пенальти успешно реализовывает автор первого гола в игре Иван Лукьянов. 4-3. Победа Спартака. Конечно, обидно проигрывать. Хорошая была игра. Думаю, болельщикам понравилась она эта игра. А что делать? Будем идти дальше. Вторая победа в кубковых играх вывела Спартак на первое место в группе Б. Вурнарский химик Саранский обыграл Мордовию 2-0. И делят первую и вторую строчку группы С с нижегородцами. А вот обладатели Суперкубка Чувашии 2021 года шумерлинцы на своем поле уступили Саратовскому Соколу. И сейчас замыкают группу А. Вячеслав Ильин. Вести Чебоксары.